Ещё две недели назад должны были привезти нам наш новый диван. Стоимость 65 тысяч, но его до сих пор нет. Проходит два месяца уже. Прошло два месяца, а мы всё ждём. Новый диван семья Лианы заказала ещё в середине января. По расчётам, привезти покупку должны были в 20-х числах марта. На радость челябинцев заказ прибыл раньше. Уже 14-го числа им сообщили, чтобы ждали доставку на следующий день. Однако покупателей будний день не устроил, и они попросили перенести дату. С тех пор истекло уже две недели. Мол, если вы отказываетесь, то мы потом перенесём. Я говорю, ну давайте на 16-е, вроде то, что выходной никто толком не созвонился. На 16-е ничего, они не появились. Но теперь они вынуждены, наверное, у кого-то забрать. Получается вот так вот. То есть ты деньги платишь, они на них работают, а ты ни с чем ждёшь моря погоды. Мы попытались выяснить, почему люди остались и без денег, и без мебели. Сотрудники задержку объясняют тем, что клиент сам отменил дату доставки. По их словам, возможности хранить товар на складе нет. В таких случаях магазин вправе сам назначить другое число. Потому что вся мебель одинаковая, и там идёт поток. И всё, вам следующие фуры также звонят и предлагают новую отгрузку. Просто о каждом покупателе говорится. Мы конкретно времени не говорим, когда вам привезут. Потому что может же задержаться у одного покупателя, у другого. Челябинцы устали жить в режиме ожидания и спать на полу. Они подали заявление в Роспотребнадзор и прокуратуру. Удивительно, после того, как в ситуацию вмешались журналисты, час Икс внезапно приблизился. Логисты готовы доставить диван уже сегодня.